Глава региона Игорь Кошин принял участие в открытии дрейфующей полярной станции «Северный полюс-2015». В составе делегации под председательством вице-премьера и председателя Арктической госкомиссии Дмитрия Рогозина губернатор Ненецкого округа побывал на Шпицбергене и принял участие в экспедиции к Северному полюсу. На полярной станции около трех месяцев будут работать 18 человек, в том числе 12 ученых. За это время они узнают, дают ли глобальные изменения климата импульс для развития Северного морского пути, а также проведут океанологические, биосферные, аэрологические наблюдения и геомагнитные измерения. Впечатлениями от поездки с нашим телеканалом поделился губернатор округа Игорь Кошин. Нам удалось побывать на Северном полюсе, так называемой макушке нашей Земли. Безусловно, впечатление незабываемое. Но помимо таких личных впечатлений, прежде всего было важно показать и членам Арктической комиссии, показать, что такое Север, что такое Арктика, что такое полюс, что такое условия, которые сегодня в Арктике. И вторая составляющая – это показать и нашей стране, и всему миру, что Российская Федерация позиции в Арктике ослаблять не собирается. Мы в Арктике, и, как сказал Дмитрий Олегович, была годовщина ледового побоища, в котором мы победили. Поэтому битву за Арктику мы победим. В штатном, в спокойном, рабочем режиме. Может быть, были приняты какие-то на месте решения, которые касаются освоения Арктики или арктических регионов, в том числе нашего? Вы знаете, было очень важно членам Арктической комиссии руками пощупать, пообщаться с полярниками, пообщаться с учеными, чтобы посмотреть тот набор оборудований, который сегодня есть, посмотреть ту технику, которая сегодня представлена, и на которой сегодня работаем в Арктике. то оборудование, обмундирование, и те винтокрылые машины и самолеты, которые сегодня работают в арктических широтах. И, безусловно, по итогам посещения будут сделаны определенные выводы, в том числе и по оснащению наших станций. Субтитры создавал DimaTorzok